так airbag tron смотрим коробка я уже его вскрывал поэтому проводок зарядки обычный сам фон вот так вот упакован здесь у нас включение-выключение включение-выключение и зарядка обычная micro usb здесь у нас камера она регулируемая модель 16.0.11 guangzhou мануфактура high home technology input 5 вольт 1 ампер made in china в общем как-то так сделано все качественно и красиво как бы заметных таких косяков я не заметил кроме как вот здесь вот какая-то типа потертость или пластика в общем ладно давайте дальше дальше у нас вот такой вот шприц отдай вот такой шприц накачивать вот эту штуку запасные 4 запасных лопасти и все а ну и инструкция инструкция на английском языке нормальный английский язык вот я так понимаю отдельно мы накачиваем потом одеваем или может сразу одеть а потом накачать того вот насосе какая-то бесполезная вещь легче его надуть обычно ртом как обычно надуваем вот бесполезная эта штука сейчас поменяю камеру так как я снимаю на смартфон мы зарядим его и попробуем полетать у нас сейчас плохая погода на улице поэтому попробуем потестируем мы его исключительно дома вот так вот спрятали и переоденем в другую сторону потому что я одел его задом наперед лицо должно быть там где камера ну как бы все равно как но вот так это все будет сейчас зарядим его подключим и попробуем полетаем немножко во время зарядки горит красный индикатор когда полностью зарядился никаких познавательных знаков нету просто тухнет красная лампочка все значит можно использовать итак нужно найти приложение называется airbag drone простите за качество у меня просто нету на что другого получать снимать здесь есть какие-то настройки авто сейф так right hand mode reverse control screen gravity sensor то есть ладно play 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 и что у нас здесь все заработало я сделаю запись видео добавлю перед этим как мы подконнектились к нему все очень просто находим вайфай точку доступа под названием вайфай уфа то есть вайфай нло и просто соединяемся без всяких паролей ну давайте поэкспериментируем теперь попробуем попробуем полетать я так понимаю вот это он и почему то ничего не происходит кстати он все время мигает зеленым синим огоньком что у нас здесь не так происходит мы еще не знаем take picture ок то есть сняли фотографию левая кнопка здесь видео старт рекорд видео это мы что выбираем посмотреть видео или картинку которую мы сняли кстати неплохо снимает для 0 3 мегапикселя довольно таки хорошо снимает вот понятно все что происходит ладно выходим видео нам не надо нам давайте не будем пока записывать тридцать процентов шестьдесят сто это я не знаю что это шестьдесят тридцать сто ну пусть будет тридцать это что у нас непонятно что а есть кнопка 3d то есть можно снимать видео в 3d сразу вот когда он будет летать ну давайте не будем нам 3d кстати не 3d я так понимаю можно голосовым управлением им управлять насколько мне известно и понятно голосовым управлением мы его им управляем и соответственно одеваем очки в шлем виртуальной реальности кстати на днях должен прийти и мы это все попробуем но это уже будет в рамках отдельного видео давайте разберемся все таки полетаем как то это для голосового управления наверно да и написаны команды то есть пресс микрофон про он шланг лодинг апп даун форвард бэкгвард в общем только что запустил его он так зажужжал что я аж испугался в общем видно вот он давайте посмотрим и он видите летит куда то лэп голосовое управление давайте лэп на потолок смотрите в общем надо тренироваться с полетом на нем но у меня немножко получается видите я полетел но еще раз вот теперь назад нет это почему-то не слушается он меня оно выключим вот так вот он падает у меня все время хе-хе-хе хе-хе-хе Но он как-то у меня ходит с ума В общем, нужно тренироваться У меня не совсем выходит Мне очень понравилось в этом вертолете Что он, если ударяется об стенку Или переворачивается, падает Он переворачивается, при падении Переворачивается, обратно становится на ноги То есть это очень мне понравилось Пока выключу его Сложно в управлении, я не смог ориентироваться Здесь немного У меня таких игрушек, в принципе, как бы не было Один вертолет был Чуть-чуть начало уже получаться Но все равно не то Не могу его контролировать полностью Не разобрался еще с управлением Потому что, я так понял Слева управление это вверх-вниз А справа это уже управление поворотами Плюс, поворачивая телефон Ты поворачиваешь его по кругу То есть, если ты поворачиваешься Поворачивается телефон То есть, я еще как бы не разобрался С этим всем полностью Отличная вещь Мне очень понравилось и качество Все работает Ну, я не знаю, минут 20 я, наверное, тут вертолетил Поснимаем Немного выйдем на улицу На стадион Возьму семью И поснимаем, как он летает Как им вообще управлять Потренируемся Итак, немного потренировался И у меня получилось неплохо полетать Сейчас мы об этом видео и посмотрим Смотрим 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 Продолжение следует... Продолжение следует... По поводу лопастей. Лопастя идут в комплекте две такие и две черного цвета. Зачем они идут? Они идут не для того, что может сломаться, но скорее всего для того, что они могут потеряться. Я несколько раз влетал в деревья и слетали у меня сиреневые лопасти. Они легко одеваются, легко снимаются, но сами по себе не спадают, если никуда не врезаться, не спадают. И хорошо держатся. Но если врезаться в дерево, запутаться в ветках, то они могут слететь. И вот эти вот штуки я искал. Вот эти вот бордовые легко найти на земле, в траве и так далее. А вот черненькие сложнее. Но в любом случае, этот квадрокоптер не предназначен для полетов на улице. У меня сейчас очень сильный ветер у нас в городе. И пользоваться им за счет вот этой подушки, он очень легкий получается, его уносит ветром вообще на ура. Пользоваться им можно только в полный штиль, если на улице. Но изначально он не предназначен для улицы, он предназначен для помещений. В остальном во всем отличный квадрик. По поводу батарейки, в характеристиках написано было, что 8 минут, действительно он до 15 минут летает. То есть можно им летать на 30%, то есть мощности, там есть 3 мощность, 30%, 60% и 100%. И на 30% мощности он летает где-то минут 15. И, наверное, просто бы занизили характеристику, что если вдруг с батарейкой что-то произойдет, она ослабнет, чтобы не открывали там дискуты и так далее. То есть, ну реально у меня, вот я его заряжаю минут 40-45 он заряжается, и летает реально он минут 15. Время полета. Вот, на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок! В общем, надо очень трудно долго тренироваться с ним, чтобы разобраться, но у меня уже немножко стало получаться. Ой, яу! О, 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 о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Субтитры создавал DimaTorzok